Всем привет! Меня зовут Александр Стариков. И у меня не работает GoPro. Всем привет! С вами Александр Стариков. И сегодняшнее видео будет посвящено метромостам Москвы. На самом деле их достаточно много в Москве, потому что помимо пяти открытых, существуют еще и крытые, такие как Медведковский метромост или Волжский. Мы находимся напротив самого старого метромоста, который был открыт 20 марта 1937 года. Это Смоленский метромост. Он соединяет между собой станции Киевская и Смоленская Филевская линии. У него достаточно интересная история. В 1937 году он был открыт в составе Соконнической линии. Затем в 1938 году его передали на Арбатско-Вокровскую линию. Затем Филевскую линию закрыли и в 50-х годах открыли уже именно Филевскую линию. И теперь он входит с тех пор до нашего времени в состав Филевской линии. Ты что думаешь, это что? Филевская линия. Это что? Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Вокруг космические виды и санек, давай Это Лужнецкий метромост Самый интересный по своей конструкции Он является двухъярусным Сверху проходит проспект Вернадского автомобильная дорога А снизу проходят поезда метро И здесь находится станция метро Воробьево-Горы Единственная надводная станция вообще в России Она является самой длинной в Москве Ее длина составляет более 200 метров Там обычно находятся разные галереи В период с 1983 года по 2002 Этот метромост был закрыт на реконструкцию Потому что опоры были сделаны так себе И здесь были обходные пути По которым ехал поезд до станции университет Сам метромост был открыт в 1958 году Только что вы видели гонку метро против троллейбуса Да, то, что мы не смогли осуществить Кукуруза Пожалуй, самая странная стена Которую вы могли бы увидеть Но именно за ней проходят пути От Сокольников до Преображенской площади А дальше, что происходит, вы увидите прямо сейчас Третий по дате открытия Преображенский метромост Он соединяет между собой станции метро Сокольники и Преображенская площадь Он был открыт 31 декабря 1969 года Сокольническая линия сейчас является Одной из самых разнообразных по типам составов Потому что здесь ходят красная стрела Номерные Ретро поезд И также уже ее всю заполонил поезд Москва А в ближайшем будущем здесь будет ходить поезд Русич Сокольники и Преображенской площади Четвертый метромост Ногатинский Он был открыт в 1969 году Он находится между станциями Технопарк и Коломенское Главной его особенностью является то Что параллельно с ним идет автодорога Проспект Андропова Он был сделан по причине того, что рыть именно здесь туннель под Москвой рекой Было очень сложным и архи сложным решением Поэтому решили сделать метромост Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Ну и последний метромост на сегодня Микининский, Митинский, Волковамский, как хотите, так его и называйте На данный момент он является самым последним открытым метромостом в Москве Он открылся 26 декабря 2009 года Этот мост по-настоящему можно считать долгостроем Его начали строить еще в начале 90-х годов А построили только к концу нулевых Между собой он соединяет станции метро Микинина Где находится Крокус Экспо И Волоколамское, где недавно сделали МЦД В отличие от других метромостов Он является достаточно закрытым То есть вид из окна поезда Полностью перед тобой не вырисовывается Ты его видишь через всякие кабели Помимо пяти основных метромостов, которые проходят над реками в Москве Также существуют укрытые метромосты Которые вы можете видеть просто только по тряске земли Это Медведковский метромост Это Волжский Это Лихопорский Также существует Измайловский метромост Он идет не над рекой, а над гаражами Между станциями Партизанская и Измайловская Ну и еще строящийся Пыхтинский Который будет соединять станции Пыхтина и Внуково Ну и на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний обзор Всем спасибо за просмотр С вами был Александр Стариков Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на инстаграм И скоро ждите открытие канала Водинки Щеглова Да, у него скоро выйдет первое видео Но какое? Вы узнаете как раз У него с мамой Я бигатир Готов